Только я собираюсь начать съемку, как солнце скрывается, только я включаю верхний свет, как солнце выходит опять. Но лучше уж с большим количеством освещения, чем с маленьким. Почти закончил сборку компьютера на седьмом сокете. Это иксовая материнская плата с процессором Cyrex MX PR233, насколько я понимаю, 200 МГц процессор, 256 МБ оперативной памяти. Сейчас буду устанавливать видеокарту и звуковую карту, так как ни того ни другого на борту нет. Довольно интересная ретро-машина, которую я засунул в новый корпус. Я уже прикрутил материнскую плату. Между моментом, когда я ее прикрутил и моментом, когда я закончил снимать предыдущее видео, была тонна пересборки разных компьютеров, чтобы достать всякие разные мелочи, типа вот этой вот заглушки, которой у меня на руках не было в нужном виде. Плюс из этого корпуса был извлечен другой компьютер, который я пересунул в корпус. Побольше, который больше подходит под эту материнскую плату. Это у меня 533 Celeron, тоже не совсем закончил сборку, но уже практически полностью собрал. Осталось только определиться с жестким диском, который пойдет сюда и который пойдет сюда. Потому что на руках у меня два жестких диска. Один 40 гигов Samsung и один Seagate Barracuda 320 гигов. И у меня такое ощущение, что ни один из этих двух компьютеров такие большие жесткие диски не определит. Можно, конечно, поставить перемычку, ограничивающую объем этого жесткого диска 32 гигабайтами. Но это как-то неправильно. Скорее всего, махну этот жесткий диск еще с одним компьютером. То есть сборку как минимум одной машины я сегодня не закончил. Тем не менее, поставим сюда видеокарту. Да, кстати, про видюху. Я до сих пор не знаю, заработают ли драйвера на эту видеокарту с этим процессором. Это у нас Matrax. Ой, господи, то ли Miranium, то ли что-то в этом роде. К сожалению, на ней не написано. И драйвера мне придется еще дополнительно искать. Видеокарта где-то в районе 2001 года. Выпущенная в 2008-м собранная. То есть новая, либо на нее просто приклеена более новая наклейка, чем сама видеокарта. Пес его знает, мне особенно интересно. Устанавливаем в PCI-слот. У меня здесь как раз два свободных слота. Один напротив PCI, один напротив ISA. А GP под более новую видеокарту на борту этого компьютера нет. Но мне, собственно говоря, оно и не нужно. Я брал эту материнскую плату специально под этот процессор, специально под эту видеокарту. Заработает ли оно вместе или нет, не знаю. Потому что, когда этот процессор стоял у меня в более крутой материнской плате с AGP-слотом, у меня в этом AGP-слоте не работала видеокарта NVIDIA GeForce 2 MX400. Стоило мне только заменить этот процессор на AMD K6 2, как у меня эта видеокарта заработала опять. Ну, собственно, она в том компе и осталась. Хотя я планировал в тот компьютер поставить немножечко другую вещь. Это AT Radeon 7000. Теперь я знаю, что это за видеокарта. Хотя я не успел прочитать все те комментарии, которые к этому видео, скорее всего, оставят. Когда я эту видеокарту извлек и сказал, что я не знаю точно, что это за Radeon. Я успел это выяснить раньше, чем видео, в котором я ее извлекал, пойдет на загрузку в интернет. Виндам не успел сказать, ага, да, у тебя здесь 7000 Radeon, поставил драйвера и на перезагрузке залочилось наглухо на неизуализации дисплея. Точно так же у меня лочилось GeForce 2 MX400, когда у меня стоял вот этот прос, который, по всей видимости, в котором отсутствует как минимум какая-то одна инструкция, используемая драйверами. По всей видимости, то же самое происходит при AMD K6 вот с этой видеокартой, что немножко иронично, потому что кто сейчас производит бывшие атишные видеокарты, потомки этой видеокарты? Естественно, AMD. И что еще более странно, эта видеокарта неплохо работает с DURON. А DURON по инструкциям от AMD K6.2 и AMD K6.3 не отличается практически ничем. Те же самые 3D Now, MMX инструкции, ну и в принципе все. Почему DURON с этой видюхой работает нормально, а AMD K6.2 нет, не совсем понятно, но в общем-то не особенно важно. Главное, что когда я поставил туда другую имеющуюся у меня на руках видеокарту, она заработала, и теперь у меня более хорошая видюха в том компе, чем S33O 3D2X, который приходилось пользоваться, когда у меня в том компе стоял Cyrex-овский проц. Много болтаю, мало делаю, мало снимаю. Звуковая карта. Исашная, поздняя, довольно отстойная. Analog Devices. До сих пор так и не знаю, насколько хорошо или плохо здесь звучит эмуляция UPL-3. Думаю, что не очень хорошо. О подобных поздних звуковых картах обычно довольно дерьмовые отзывы. Ставим, прикручиваем. Одна из причин, по которым я хотел из этого корпуса вытащить то, что в нем стояло раньше, это потому что корпус очень-очень хорошо гнется, он довольно хрипкий. И что, естественно, происходит при этом, а видеокарты и прочие карточки выпадают из слота. Если для ИСашных и для PCIных карточек обычно это не страшно, то AGP может погореть. И так у меня уже было, когда у меня сгорали таким образом видеокарты, а иногда даже прихватывая с собой материнки. Я так лишился одного своего любимого компьютера в прошлом. Корпус, куда пошла материнка, которая стояла здесь раньше, он гораздо более прочный. И тут уже такой фигни случиться не должно. Здесь видеокарта GeForce 256, так называемый первый GPU. Ну, не знаю, первый или не первый, это можно оспорить. Первый, это опять же по NVIDIA же данному определению, что такое GPU. GPU, хотя GPU в значении Graphics Processing Unit существовали еще в 70-х годах. Это была отдельная приставка к компьютеру размером с комнату. Сама приставка размером с холодильник. Но это уже не важно. Прикручиваем, подсоединяем блок питания. По-моему, я это уже сделал, да. И пытаемся это включить. Ну, и с чего-нибудь загрузиться, посмотреть на результат. Позаимствовал жесткий диск Hitachi DeskStar из вот этой машины. Это мой AMD K6 II. 500 МГц. Еще одна подобная машина в моей коллекции, в которой я недавно перепрошил BIOS. И это был успех. То есть BIOS микросхему я выпаял из материнской платы. Оригинал вот. Я его не перепрошивал. Я достал еще одну подобную микруху. Зашил в нее непроприетарный, нерезанный вариант BIOS от другого производителя. Это изначально материнская плата продавалась под торговой маркой Compact. Но она же продавалась с обычным, некомпаковским, менее резаным BIOS. Фирмой Митак. И я нашел Митаковский BIOS и зашил его в другую микросхему. И сейчас она стоит на плате в кроватке, которую я под нее запаял. Работает нормально. Никаких косяков нет. Пока не проверил, опознает ли она жесткий диск объемом больше 40 гигов. Здесь два винта. Один, который я тут оставил. Этот 20 гиговый. Вот этот 40, но он ограничен перемычкой до объема в 32 гига. Просто на всякий случай этот BIOS тоже пропатчен. Он должен понимать жесткие диски больше. Но просто на всякий случай попробую загрузиться с этого винта. Не уверен, что винта на нем вообще выдержит замену всего полностью компьютера, включая процессор. Скорее всего упадет. И тогда я просто загружусь с установочного диска, удалю разделы, потом сниму перемычку и установлю винду заново. Если я сразу сниму перемычку, то есть шанс этот винт очень сильно запороть. Потому что тогда он определится как 40 гиговый, но содержащий раздел совершенно неправильной геометрии. Не хочу рисковать. У меня уже были случаи, когда я потом очень-очень долгое время пытался разглючить винт, который вот таким вот образом был неправильно опознан от материнской платы. Особенно учитывая, что в этой материнке изначально был баг, и мне пришлось биос править. Ладно. Замолкаю. Подключаем жесткий и пытаемся загрузиться. По причине того, что у блока питания крайне короткие провода с молексом, жесткий диск пришлось закрепить вот таким вот абсолютно неподобающим способом. Я знаю жесткие диски, которые тупо не постятся и не пускаются, если они висят боком, а не лежат горизонтально. Те, правда, еще гораздо более старые, чем этот, но тем не менее, я не думаю, что это полезно для подобного девайса. Комп включился. Я сижу в биосе, обратил внимание, что дата правильная, но год нет. Нет, 2004, это странно, как-то уж больно поздно для подобной машины, которая была явно произведена гораздо раньше. Все-таки Socket 7, ну да, вымер где-то в районе 2000-го, что ли. Так, сейчас мне нужно залезть в фичи биоса и... Так, кэш, кэш, бут, сиквенс, умеем ли мы грузиться с сидюка. Отлично. Даже вот так. Репорт, новый FDD для Windows 95. Замечательная вещь, потому что здесь дисковода нет, потому что дисковод сюда поставить некуда. Здесь один 5-дюймовый отсек. На самом деле здесь есть внутренний 3-дюймовый, подписанный HDD, который в теории вполне можно было бы превратить во внешний, но производители не озабочились, потому что кто это, бля, будет использовать в 21 веке. Я с ними согласен. Дисковод здесь совершенно не нужен, и если есть подобная вещь в биосе, то она просто включается, и даже 95-я с обращениями к дисководу от тебя просто отстает. Так, теперь надо QuickBoot включить. Вот он, QuickPowerOnSelfTest. Потому что он подсчитывает память 3 раза или что-то около того. Здесь 256 мегабайт, и для подобной медленной машины считается оно довольно долго, наверное, секунд 20. Так. Чипсет фичерс, автоконфигурэйшн. Ладно, в это я не лезу. Пауэр-менеджмент включен какой-то. Стэндбай отключен, Суспенд отключен, HD PowerDown отключен. Собственно, по-моему, я и включал. Пауэр-менеджмент PCI Конфигурэйшн. Ес. Вот что я хотел включить. Не знаю, насколько это критично. Интегрейтед периферал, USB Кейборд Суппорт Дизейблд. Да, можно, собственно, отключить. Я не собираюсь сюда пока что USB клавиатуру подключать. Тем более, что, насколько я понимаю, если у тебя клавиатура USB подключена, все-таки можешь зайти в BIOS и включить эту штуку, и тогда она будет работать с эмуляцией PS пополам. Просто это может создать дополнительные косяки. Safe and Exit Setup. Ес. Загрузимся ли мы? Если что, здесь стоит XP, поставленная на AMDK 6.2. Поэтому я понятия не имею, как эта штуковина отреагирует. Задетектит ли она мне вообще жесткий диск? Задетектил. Будет ли грузиться? Пес его знает. Похоже, что ответа нет. В следующем видео, на следующей неделе, будет остановка Windows 2000, наверное, на эту машину. Более редкую операционную систему я сюда ставить не буду, потому что что может быть более редкое и неподходящее, то, что вписывается к редкому неподходящему процессору, редкой неподходящей видеокарте. А, ну я не знаю, ось пополам, полуось. Но для нее у меня нет программ, и, в принципе, мне с ней неинтересно возиться, поэтому ее здесь не будет. Наверное, это будет все-таки Windows 2000. Ставить XP на подобную штуковину – это извращение. Я тот еще извращенец, но в данном случае это уже слишком. Ну что ж, наверное, на этом мы закончим на сегодня. Спасибо за просмотр.